Сегодня сотрудники Рязанской специальной библиотеки для слепых провели для своих читателей необычное мероприятие – тактильную экскурсию. Участникам рассказали об истории и дали возможность ощутить бумагу разных веков. Все экспонаты представил Рязанский госархив, а экскурсоводом выступил его заместитель и историк Дмитрий Филиппов. Цель очень простая – дать возможность людям, которые не всегда могут увидеть что-то, ощутить на ощупь то, что для работников архива является повседневностью. Это бумага XVIII-XIX века, это перья гусиные, которые написали, это чернильницы разного времени. То есть тот предметный мир, который связан так иначе с письмом, но который в силу понятных причин для определенной категории людей, к сожалению, недоступен. А потом, поскольку мы еще имеем дело с историческими артефактами, я думаю, это тоже определенный такой момент, который будет интересен всем сегодня присутствующим здесь. Рязанская областная специальная библиотека для слепых – крупнейшая в городе специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих. Ее фонд насчитывает около 100 тысяч единиц хранения – обычных плоскопечатных книг с укрупненным шрифтом для слабовидящих. Книг набрали, аудиокниг, специализированных журналов, кассет, дисков, флешек и прочих незаменимых источников информации. У нас есть книги-библиотеки на шести форматах. Это Брайлевская литература, это рельефно-точечный шрифт, чтение пальцами, осязаемое слово. Говорящие на дисках, на флешках, на кассетах. Также есть плоскопечатные у нас книги. Работа с инвалидами требует много энергии и большой отдачи. Поскольку библиотека специальная, то и посетители у нее особенные. Самое главное – это индивидуальный подход каждому читателю. Нужно изучить читательские интересы, какие жанры почитает. Сотрудники учреждения всегда готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. Жители Рязани могут как самостоятельно приходить за книгами, так и делать заказ на доставку. На дом можно заказать книги, читатель нам звонит, говорит, какие ему книги, по авторам, по жанрам. То есть конкретно мы находим книги и перезваниваем, когда мы их привезем. Классику берут всегда, перечитывают, потому что классику не хочется перечитать. Но сейчас еще преобладает такое досуговое чтение – детективы, фантастика, любовные романы. Также историю очень любят. Если в обычном издании произведение умещается на 300 листах, то в Брайле оно растянется на 10 больших томов. Поэтому современные подписчики библиотеки все больше предпочитают слушать книги. Они часто приходят просто пообщаться с нами. Мы с ними говорим, беседуем о прочитанном, делимся. Даже вот не только я советую, что им прочитать, но и мне многие читатели тоже говорят, вот прочтите вот это, мы вам это рекомендуем, вам точно понравится. Пользусь этими услугами библиотеки, ну очень давно. Особенно вот брал книги, записанные на магнитофонные ленты, на диски, на кассеты. Читатели приходят в библиотеку не только за книгами, но и за общением, и за добром, чтобы получить его и отдать. А как правило, если кто-то приходит, то остается здесь надолго.